Очень рад вас всех видеть, сейчас мы пытаемся сделать, чтобы было весело, хотя иначе не очень, ну я начал, но мы сделаем так, чтобы было весело. Но это же все должно быть не бессмысленно, правда? Должен же быть какой-то смысл. Вот в поисках этого смысла я залез вот на эти 40 сантиметров от пола, и сейчас вас на эти 40 сантиметров от пола, или может быть как-то иначе, так вот тащить. В поисках смысла, ребята, в поисках смысла. Весеннее обострение. Это продюсер. Значит он все знает, что должно прозвучать, поскольку идет же трансляция и... Бред, у нас сейчас меня нет много людей. Да, мы это все назвали весеннее обострение, хотя честно вам признаюсь, у меня обострение случается в декабре. По стандартам психотерапии происходит обострение весной, люди с ума сходят весной. И наиболее яркие проявления, такие как влюбленность, одолжение, ленинг. Ну какие-то яркие жизненные моменты, они происходят весной. У меня наоборот, у меня в декабре, я в декабре скажу с ума, я весной вполне себе стабильно себя чувствую, поэтому... В декабре отдаешь. Поаплодируйте, это Сергей Викторович. Я ждал этой реплики, потому что она нас сейчас свяжет. Объясню почему. Серега очень принципиальный человек. Мы уже сколько, Серега, больше 10 лет на одной площадке. Я имею ввиду современней. И... Ну много чего было, много мы видели и так далее. Сережка это абсолютно принципиальный человек. Если это идет, что-то идет вразрез с его пониманием смысла, он уходит из игры. Я это неоднократно наблюдал. Я это безумно уважаю и ценю. И то, что Сережка сегодня здесь, это спасибо. Значит, поскольку мы... Поскольку я сказал, что это весеннее обострение, я начну вот с этого, с этой дряни, которая называется весеннее обострение. Я у всех прошу прощения. За обилие нечистот. Но иначе, к сожалению, стих реально не пойдет. Солнце спряталось за тучки. Как-то сделалось темно. Я, кажется, дошел до ручки. Все дучится давно. Справа, слева повсеместно. И во сне, и наяву. И выходит, если честно, будто я в говне живу. Это очень раздражает. Как-то это не помни. Ведь говно, оно же воняет. Неприятно жить в говне. Телевизор не включаю. Шо не новость, то говно. Или врут, или пугают, или шутят. Не смешно, если честно, задолбало. Лицемерие и ложь. Но не хочешь, чтобы вонял. Отойди, не лезь, не дрожь. Пусти. Лежи себе на месте. Разлагается в нее. Нет же. Надо влезть. Чтобы чувствовал народ. Чтобы впитывал миазм. Чтобы вон привыкал. Чтобы с каждым. Сука, плазмор, говно, рейтинг вытекал. Как-то хочется чего-то. Пробудиться ото сна. Жить, любить, творить, работать. Как-то просто. Без говна. Но вот все это некрасиво, не умно. Потому что я, похоже, сам. Полнейший уголок. Солнце вышло из-за тучки. Тает снег и седина. Кобели бегут за сучкой. Повсюду кучки, кучки. Я в конец зашел из-за ручки. Впрочем, может быть весна. Друзья, и с говном мы закончили. Да, Данечка. Значит, с этого момента. Только вкусная еда, приятные напитки. Хорошее времяпрепровождение. Значит, мы идем к смыслу. Точнее, я к ним иду. Если захотеть, пойдем со мной. Был в моей юности, в вашей, безусловно, такой замечательный человек на эстраде российской. Звали его Сан Саныч Иванов. Он занимался литературной пародией. Он был совершеннейший специалист в этой области. И я знаю от свидетелей, очевидцев этой всей этой жизни. Вот, к сожалению, совсем недавно ушел Арканов Галин Михайлович. Замечательный дядька. Добрый, очень честный. Доктор по профессии. Как чех. И он, в том числе, у меня рассказывал, что к Сан Санычу приходили авторы, приносили в свои сборники стихов и галочкой, карандашиком помечали в сборнике, что вот, надо написать пародию. И через пародию Сан Саныча эти авторы с этими стихотворениями остановились знаменитыми. Через пародию. Но он был совершеннейший специалист, он был совершеннейший эстет. это целая эпоха. Мне показалось, что было бы очень интересно сегодня это как-то возродить. Вопрос, как это возрождать, совершенно непонятно, потому что поэзия в чистом виде, она не востребована никак. И меня опять не знает. Ну, я присутствующий поумерю. Ну, как-то это совсем не востребовано. Но, с другой стороны, есть огромное количество популярной музыки, в основе которой лежат стихи, которые пишут авторы, на тексты которых композиторы пишут мелодии, и получаются супер-хиты, которые у всех у нас на слуху. я уверен. Правду злоборишь. Да. Я люблю этого человека. Серега. Твою? Твою. Красавчик. Значит, вот это нас окружает, со всех сторон. Есть разная музыка, ну, то есть, давайте называть это песни, вот так, чтобы было понятно. Это песни, да, они нас окружают, мы живем в этом мире, они справа, слева, повсеместно, как говорится, да, везде. Мы их воспринимаем фоном. Тут есть очень сложный момент один, для меня он безумно важен. Мы вообще жизнь воспринимаем фоном. Вот, черт, я ничего с этим не могу сделать, может у вас как-то иначе. Вот есть я, а вокруг фоном идет какая-то жизнь. И я как бы на фоне этой жизни существую. А там столько всего интересного, какого-то нелепого, трагического, комического, какого угодно. Но для меня это фон, потому что моя жизнь проходит на фоне этого всего. А если вдруг задуматься на секундочку и посмотреть с той стороны, то получается, что я являюсь фоном для кого-то. Вот вы сейчас сидите, я для вас фон, фон вашего вечера, а вы для меня фон. Ну, то есть, вот мы как-то так взаимозаменяемо друг другу фоним. Справиться с этим невозможно. нужно нужна маленькая вот малость, маленькая малость. Просто понять, что ты являешься для кого-то фоном. И тогда получаются интересные очень вещи. у нас в школе там лучше, да, посмотри на себя со стороны, там вот это все. Хорошо звучит, как? Ну, совершенно непонятно, как это сделать. Ну, так на уровне, просто головоломки. Посмотри на себя со стороны. в общем, я, извините, это было очень долго, просто мне принесли выпить. В общем, я решил с этим разобраться, сейчас я вашему вниманию покажу. Значит, популярная музыка. Сейчас я, я сейчас делаю вид, что я такой бодрый, веселый, это вообще как стендап камень. Бодрый, веселый! Значит, популярная музыка. Сергей Лазарев, весна. Не надо! Значит, Сергей Лазарев, весна. Вот Сергей Лазарев и весна, это уже никого не смущает. Это нормально, это наша жизнь. Вот. Что поет Сергей Лазарев? Это, я почему с этого начинаю, потому что это самый свежий отечественный хит, который занимает сейчас ключевые места в хит-парадах. В телевизионных, там, радио, хит-парадах и так далее. Что поет Сергей Лазарев? Давайте вдумаемся, друзья! Бам! Давайте вдумаемся. Значит, читай, сейчас, секунду, пока вы в истерике, спокойно. Значит, Сергей Лазарев поет, не стесняясь совершенно ничего. А он, кстати говоря, у него актерское образование, он гитинс закончил. То есть, образованный человек. Он поет. Это, кстати говоря, я навел справки, Сергей Лазарев все свои песни пишет сам. Ну, мелодии, может быть, кто-то еще пишет, но тексты пишет Сергей Лазарев. Вот поэтому мы ему и адресуем этот монолог. Ну, что значит, поет Сергей Лазарев? Ты распечатала тело, как на ладони подарок. Нет, подождите. Рано смеюсь. В этом большой эмоциональный смысл заложен. Ну, конечно. Ты распечатала тело, как на ладони подарок. Луна сквозь стекла глядела, не замечая помарок. Без устали колотили по подоконникам капли, а мы друг друга любили, теперь отпустят нас вряд ли. Знаете, это, значит, вершина хит-парада. Это вершина хит-парада. Нет, вы, кстати говоря, рано делаете выводы. Здесь все есть. Здесь все есть. Все связи есть. И, собственно говоря, образ Сергея Лазарева, такого подкачанного, такого красивого парня на фоне танцевальной музыки, то здесь все нормально клеится. Припев. Что поет в припеве Сергея Лазарева? Это весна. Знаешь, обратной дороги нет. Это весна. Моя любовь тебе швет привет. Это весна. Знаешь, обратной дороги нет. Это весна. Несложно, нормально, понятно. Танцевальная музыка. Мы не ждем ничего от танцевальной музыки. Там так и должно быть все. Знаешь? Ну, я же не могу, против милого. Я же начинаю над этим издеваться. Пародия, которую я вам сейчас прочитаю, так и называется. Весна. Ты распечатала тело, как на ладони подарок. Я на него поглядел и увидел массу помарок. Не очень ровные ноги, спина не очень прямая, но нет обратной дороги. Весна, зараза такая. Луна сквозь стекла глядела, по подоконникам капли. Твое упругое тело, упругим было навряд ли. Но мы любили, как боги, сквозь поцелуи и стоны. Ведь нет обратной дороги, когда играл домой. Спасибо. Это привет Сергея Лазарева. Мы продолжаем разговор. Учитывая весь предыдущий букет ассоциаций, возвращаемся в наше прошлое, в наше образование. Спрашивается, как мы докатились. Ответ. Трактор мчался по полю, слегка попахивая. Я вам сейчас не объясняю, что это такое, что буквально написано. Это, ребята, это выдержки из сочинений школы. Сергей Лазарев учился в школе, я вас уверяю. И Буйнов учился в школе, и Катя Леля. Они все учились в школе. Значит, летом мы с пацанами ходили в поход с ночевкой, и с собой взяли только необходимое, картошку, палатку и мариванну. Я ничего не придумывал, это выдержки из сочинений школы. Плюшкин навалил у себя в углу целую кучу и каждый день туда подкладывал. Значит, Ленский вышел на дуэль в панталонах, они разошлись, и раздался выстрел. Это сочинение. То есть мы сначала пишем сочинения, потом рефераты, коллокуи, а потом мы, значит, вот и Сергей Лазарев. У Росковных было три дочери, Наташа, Соня и Николая. Ничего, да? Председатель так взял доярок за живое, что надой молока сразу увеличился. И это же, это же, они не в комике писали, они специально, они просто там запятую пропустили, или еще что. На берегу реки-то доярка доела корову, а в воде отражалось все наоборот. Я же не сочиняю, но это дети пишут. Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого «Война и мир», особенно, когда она танцует на балу со Штирлицем. Понимаете? Ну, я сейчас вам еще что-то, да? У Онегина было тяжело внутри, и он пришел к Татьяне обличиться. Ну, нет смысла продолжать, я имею в виду, это все нахуй, это не важно. В общем, мы идем с вами по дороге дорогой. Мы идем к смыслу. Да, мы идем к смыслу. Четыре страницы. Григорий Лепс. Человек, которого без слез не служит никто. Я лично, когда поет Григорий Лепс, плачу. Я плачу, я не понимаю, почему. Наверное, потому что я родился в этой стране, я не могу не плакать. И плачет со мной вся страна. Но никто не кумывался в том, что Григорий Лепс поет. Кто поверит, я и сам не верю, то ли на счастье, то ли на беду. У меня семь пятниц на неделе и тринадцать месяцев в году. Образ. Мое небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть помазан. В общем, я счастлив, вот и все. Не спешите. Припев. Я счастливый, как никто. Я счастливый, лет уж сто. Я счастливый, я не мру, так счастливы мы будем. Я не смог пройти мимо, друзья, потому что плачет вся страна, реально. Я хочу плакать вместе со всей страной. Мне хочется поплакать. Я написал небольшую пароль, ну точнее большую. Точнее большую. Значит, назовем ее «Я счастливый». Ты счастливый, трудно, но поверю. Словно мерен, загнанный в поту. Семь концертов за одну неделю. Восемнадцать месяцев. Ум рисует страшную картину. На кровавой дыне трубадур и палач, упертая скотина, с трубадура семь снимает шкуру. Признаваясь в том, что не помазан, налегает он на колесо, а в ответ певец вращает глазом. Просто я счастливый. Вот и все. В ход идет каленое железо, подземелье оглашает стон, но и это тоже бесполезно. Я счастливый, братцы! Как никто. Палач уже теряет сил, в кость вгоняет огненный шуруп, а в ответ несется «Я счастливый». Я счастливый, братцы, я не вру. И распятый в позе некрасивый. Виск срываясь уже в бреду, он дает крещеный. Я счастливый. Так счастливым, братцы, уйду. Не сломить на дыбе труба дура. Пытки не придумано такой. И палач, пытливая натура, прекращает адский мордовод, а по-человечески спокойно. Говорит, Григорий, но ответь, как ты терпишь все это достойно, и при этом продолжаешь петь. И Григорий из последней силы говорит, дави на колесо. И пошла сначала, я счастливый. Просто я счастливый, вот и все. Я смотрю на это представление, парадокс пытаясь осознать. И на ум приходит откровение, как на дыбе можно не орать. Если день за днем куда-то ехать, по стране с концертом колесить, тут уж, братцы, будет не до смерти. Не захочешь, будешь голосить. Семь концертов за одну неделю в бесконечном пламенном брену. Я счастливый. Верю, Бриша, верю. 18 месяцев вот здесь сейчас, когда вы аплодировали, должна быть тоже была фрагмент из Григория. Григория Глебовича, но его не было. Значит, я не знаю. Да, его не было. Просто его не было, поэтому дело умирает, что так и должно быть. Нюша! Нюша, ребята, повелевает нашей страной. Она повелевает. Она, кстати говоря, весьма аппетитная девушка. И она что-то все время поетла. Сейчас я вам прочту, что она поет. Мы же это фон. Я все это веду к чему? Мы фон воспринимаем. Даже не поет Нюша. Значит, что поет Нюша? Сейчас я вам просто расшифрую. Представьте себе, что вы сюда пришли не просто так, а что я вам рассказал, что поет Нюша. Вы за это заплатили. Значит, что поет Нюша? Это облако из огня растопило мои снега. Пока все нормально. То ли я не я, то ли ты мечта. Я надеждой окутана, и теперь не я путаю. То ли без тебя жизнь моя пуска. Уваловываетесь мы? Припев. Объединение моей мечты наедине теперь я и ты. Объединение моей мечты наедине теперь я и ты. Вот так. Поняли, о чем я и кучу. Хорошо. Пародию назовем просто. Объединение. Прости мое мне любопутство, Нюша, но захотелось разобраться у них, и я наедине с собой послушал творение твоей наедине. Я ничего решительно не понял в нагромождении слов для красоты. И то ли ты, не ты, а я мечта, а то ли, я не мечта, а ты, не только ты. чтобы развеять смутные сомнения и разобраться в этом страшном сне, решил и я создать объединение, причем самим с собой наедине. Я, безусловно, сам войду в правление, сам напишу устав и сам приму. Ведь это же мое объединение. И доверять не стоит никому. Я дам объединению задание. Намечу стратегическую нить. Ведь это разрозненные разные мечтами в глобальную мечту объединительного. Объединение будет развиваться. И под его напором все мечты пусть неохотно, но объединятся в объединение дивной красоты. И переполнит единение души. И я растаю в лучезарном сне, как в тексте песни несравненный нюш с объединением нынью. Ребят, вы закусываете. Закусываете. Да, если нальете, вы. Полина Гагарин. Полина Гагарина поет песню супер-хит. Это совершенно хит-парад. Она называется Шагай. Я вам сейчас прочитаю, вы только приготовьтесь. Значит, Полина Гагарина поет песенку. Песню. Наверное, песня это даже не слишком наркоп. Хит. Называется Шагай. Что поет Полина Гагарина? Я не знаю, как писал текст, кстати говоря, это можно напрячь интернетический нот и посмотреть, кто автор этого Леночки. Ну, что мы видим? Возможно. Значит, что мы видим? Спрячу губы, алую помаду и глаза запрячу в темные очки и пойду туда, куда не надо, лишь бы мне вернуться на свои круги. Что видим? Мы здесь видим человека, который пытается спрятаться. Ну, вот, если, да, вот, если уйти от всех стереотипов, значит, даже абстрагироваться от моего нигилизма, я вижу человека, который прячется, значит, куда-то, значит, и на свои круги. Какие круги? Что там на этих кругах я вообще не понимаю? Значит, я свою пародию на основу прятки. Губы ты запрятала валу и помаду, под очками кучи спрятала глаза, уши тоже спрятала под косынкой прады, и под ней же, видимо, спряталась коса. Щеки под диором, под шанелью шею, плечи под херрера и под ней же грудь. Не уверен, милая, что найти сумею, я под этим брендингом хочу нигу. Ноги схоронила ты в пауэр смит, похоже, все, что ниже пояса спрятал холд босс, поищу, попробую, помоги мне, боже. симпатичный виден нос с остальным вопросом. с остальным вопросом. холд пауэр джайп чтобы это все не превращалось в дивертиспен, напоминаю, мы ищем смысл. Вот это все нас ежесекундно, ежеминутно окружает. Мы не обращаем на это внимания, потому что мы заняты собой. Это нормально. И другого пути нет. Все остальное существует в фоне. Вот этот фон делают люди. Они его создают. Есть специальные люди, которые создают фон. Вот это Сережа, это я, это может быть кто-то из вас, я просто не всех знаю. Мы создаем этот фон. Иногда просто профессионально создаем, снимаясь в сериалах, участвуя в спектаклях. Ну я уж не говорю о том, что мы просто минут в троллейбусе проезжаем, там все честно. Но очень многое мы создаем за деньги. Этот путь каждый из нас выбирает сам. И за него отвечает. В какой-то момент, я надеюсь. А может быть и нет. Черт, я знаю, здесь все сложно. Группа Чили. Я здесь многое не показываю вам. Просто то, чего я давно вообще не доставал. Значит, у них есть такая песня. Она называется «Макер». Слышали? Я вам сейчас просто прочитаю. Только я вас прошу, пожалуйста, повнимательно, сейчас поймите, что этот фон нужно расшифровать. Вы не сошли с ума. Мы будем танцевать странные танцы. Мы будем напевать странные песни. Мы будем рисовать странные знаки. Там, где цветут маги. Да, ребята, это вот справа, слева, без нее. Это звучит из каждого радиоприемника. Я не смог пройти мимо. Я назвал порой, что странные девочки. Ты сказала мне, мы будем странный танец танцевать. Я вообще-то не танцую, но решил не возникать. Ну, чуть-чуть потанцевал я странный танец, как дурак. Вдруг ты сразу так сказал, нарисуем странный знак. Чуешь что-то не в порядке, что-то странное с тобой. Странный знак нарисовали. Вдруг ты просишь, песню сколько? Говорю, какую песню? Отвечаешь, по стране. Ну, я думаю, братишка, нафиг ты связался. Я пробил тебе калинку, полкуплета, все, что знал. Ты пошла, присохли с гимном. Ну, я думаю, попал. Дальше все происходило, все страннее и страннее. К нам шизгара приходила, ты в стихах общалась. Ну, потом тебя куда-то люди в белом увезли. В общем, мы с тобой время очень странно провели. Наперед умнее буду. Прежде чем идти гулять, стану я зрачки и вены странным девкам проверить. Вот смотрите, как интересно. Вот меня не было, а уже здесь что-то есть. Шаманство! Елка, она как бы уже не малолетка. Она такая зрелая женщина. И она поет о том, что как бы знает. Поэтому мне придраться даже, в общем, не к чему. Потому что основная тема елки, это как бы свалить из России. Ну, она как бы, как бы, проходит простой неделе, и ничего не могу с ними сделать. Поэтому я даже придраться ни к чему не могу, потому что елка очень избирательна. Вы были автором. Вообще она хорошая, мне она нравится. Но, но, я же не могу пройти мину. Я же должен докопаться. Да, я докопался. Значит, у елки есть суперхит. Вы его все прекрасно знаете. Она называется Прованс. Прованс. Это такая мечта 35-летней женщины. О том, как она однажды все бросит, сядет в самолет и окажется на юге Франции. Где, наверное, все будет хорошо. Сомнительно это. Ну, это факт. Ну, тем не менее, стремление, я понимаю. Что поет елка? Я просто процитирую. Вы к этому не придирайтесь. Это хорошие слова. Здесь много цифр. Как во всех хороших стихах, чем больше цифр, тем лучше. Завтра в 7.22 я буду в Борисполе. Вы знаете, Борисполе, это аэропорт. Сидеть в самолете и думать о пилоте. Чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел. Где-нибудь в Париже, а там еще немного, и Прованс. Мы понимаем, о чем мечтает женщина 35-летняя. Узреком на молодец. Понимаете, я сам об этом мечтаю. Это все как бы очень логично. Все очень логично. Ей-бог, елка, молодец. Вот. Но я не мог пройти мимо и назвал свою пародию «Покидая Прованс». Последний день Прованса. Кафе аля Шантан. Вино Шато-Дюлёй. С удином фуа-гран. И есть, похоже, шанс, что нынче пармезон, что нынче пармезон окажется свежей того, что был вчера. Хотелось подожить. В 11.00 сегодня самолет. В 11.00 сегодня самолет дождаться и дотерпеть. И с пумизан купить в аптеке в шарный декор. И думать, что пилот успеет налетить. Ребята, значит, рано или поздно мы все с вами где-нибудь крайне удачно сядем. Может быть, в Париже, может быть, где-то ближе или дальше. Неважно. Мы сейчас представим себе, что мы с вами все секундочку замерли, посмотрели в округ. И увидели, что нас окружают глины. Это неудивительно. Значит, Александр Буйнов. Вообще, говоря, Александр Буйнов это человек, которому я всегда поклонялся. Объясню, почему. Я не знаю ничего об Александре Буйнове, но я его знаю. Понимаете, Александр Буйнов это как это с загадками раздания. Он просто есть. Я уверен, что вот все вы знаете Александра Буйнова. Но никто сейчас вам не споет ни одной песни о Александре Буйнове, но он есть. Это такой вариант фрика. На Западе, я, кстати говоря, ни в коем случае не призываю вас на Западе. это елка. На Западе это называется фрик. Это какой-то странный человек, которого все знают. Вот Александр Буйнов, на мой взгляд, это абсолютный фрик. Который при этом абсолютно не фрик. То есть это какой-то парадокс абсолютно русского менталитета. Но он в леном, в голубом огоньке, значит, он почему-то что-то все время поел. У него есть песня, которая называется, господи, прости, Петро. Ну правда, есть такая песня. Я ничего не придумал. Есть такая песня. И я вам сейчас процеду. А он, кстати говоря, Александр Буйнов сам пишет песни, тексты к своим песням. Это, ну, ребята, это огромная высота поэзии. Потому что, ну, это почти невозможно сочинять. Я вам сейчас поймаю, о чем я говорю. Это невозможно. Это постичь от него нельзя. На дирижабле в космос не полетишь. Еще раз прочь. Нет, что буду раскачивать. Ну ладно. Значит, на дирижабле в космос не полетишь. Ну не знаю, это, да? На самокате не забраться в горы. Но этим девушку ты не удивишь. Все только разговоры. То есть это романтическая история. По автобану не гоняю пешком. А у ларька не встретишь олигарха. Увел он девушку. Она ни при чем виновна иномаркой. Что делает Александр Буйнов? Я делал. Все. Значит, что делает Александр Буйнов? Александр Буйнов, обладая неограниченными связями в шоу-бизнесе, пытается нам объяснить то, что мы не знаем. Мы же этого и не знали, да? На дирижабле в космос не полетишь, на самокате не забраться в горы. Но, кстати, общие места, он нам говорит, ребята, это нереально. Вы этого никогда не сделаете. Но он же подводит итог. Он же нам дает приговор, он говорит, виновный иномарка. Это все мы знаем. Он каждый раз становится нам в тупенчик и говорит, ребята, ну я знаю, что да, это нереально. Серега никогда не сыграет по юническому блокбастеру. Мы это знаем. Кто в этом виновный иномарка? Значит, я решил продлить этот список бесполезных слов. Ну, исполнил Александр Буйнов. Я уже забыл, как я это назвал. Ну как, значит, Петро. А вы не пишете Петро? Петро, потому что мы еще пропели. А в переходе в метро девчонка ищет Петро. Это вообще никак не связано. Значит, продолжаем бессмысленный ряд. На пылесосе не доедешь домой. Микроволновка не стирает брюки. От вентилятора нет пользы зимой. И с утюгом не убежать от скуки. На телефоне не поплавать в реке. Фотоаппарат тут не годится тоже. Нельзя летать на унитазном бачке. И не поприть айфоном рожу. И телевизор не погладит носки. И ноутбук не испечет печенье. Все эти вещи, безусловно, узки. В своем прямом предназначении. Автомобиль не приготовит обед. И кофемолку не обнять как друга. Короче, нужно закруглять этот бред. И завести прислушку нам. С танцем рисканцова. Без тебя бред я. Страна и беда беда. Девчата. А, значит, поскольку вот этот натюрморт растет. Он никак не связан, собственно говоря, с моей потребностью. Но Серега решил меня убрать. Это не я уже. Нет, нет, Серега. Значит так, я буду отвечать. У меня последователи появились. Хорошо? Хорошо. Значит, друзья, мы идем к смыслам. Ну, это, на самом деле, мы никаким смыслом не идем. Ведь это все чепуха. На самом деле, мы просто проводим вечер, да? И может быть завтра вы проснетесь утром. И если у вас не сильно будет болеть голову, вы скажете, ну, был хороший вечер. Или я буду счастливать. Я вам сейчас прочту одну фигню. Есть такие, значит, исполнители у нас на эстраде. Потап и Настя. У них есть химит, который называется «Все пучком». Они в соседней дате? Возможно. 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 Да. Значит, Потап и Настя. Значит, что мы знаем о Потапе и Насте? Это такой колхозный вариант R&B, да? Когда мы, как бы, не выходя из нашего доильного цеха, приобщаемся к американской культуре. Вот. Я ничего не имею против нашего доильного цеха, и ни в коем случае ничего не имею против американской культуры. меня зацепило название. «Все пучком». Я человек, простите меня, пожалуйста, с очень богатым вопросом. Я как-то вдруг представил себе «Все пучком». Я сейчас сделаю прям паузу, чтобы вы оставили. «Все». «Вообще все». Вот не что-то конкретное, да? «Вообще все». Меня, я не знаю, как вас... В общем, меня это выбрился вопросом с крестом. Как говорит Галина Борисовна Волочка, «Все пучком». Кашмар. «Все пучком». «От, я что-то...» «Иза». «Учинч». Я просто объясняю, это на трансляции. Значит, всё пучком, да? Вода бы Настя. Они забавные, да? Ой, мы сейчас к серьёзным смыслам с вами придём. Я боюсь, что кто-то уже даже покинет зал. Измучен. Ну, я не могу. Значит, всё пучком. Не в силах слушать и не в силах драться. Я на постель свою упал ничком. Закрыл глаза, подумал и признаться. Я сделал лучше, что не всё пучком. Мой организм, измученный нарзаном, издал протяжный и печальный звук. И слово всплыло, как из океана. Всего три буквы. Это слово пук. Не пук травы, не пук цветов уядших, не сельдерей, петрушка или лук. Пучок из слов. Затёртых, пошлых, зрячных. Довольно громкий на штабе. Не всё пучком. И это очевидно. Как не пытаясь выйти просточком, ты на эстраде. Когда слёз обидно, что-то пук зовётся всё пучком. Пучком семья, товарищи, работа. Пучком здоровья и дела пучком. И на душе пучком скребётся что-то. И что-то гложет сердце червячком. Пучком пугим срослись в сознании мысли. Сомнений нет. Они в другом пучке. И сны не снятся. Сны в пучке. Массовисты. И лишь порой тревожат на толчке. Кругом пучки. От них спасения нет. Укрыться можно только за пучком. Отпучковаться. И пойти по свету. Счастливым пучеглазым морячком. Пучок к пучку идут Адам и Ева. Четвероногоруким паучком. Не надо плода и не надо древа. И змей не нужно всегда под пучком. Пучком родятся славные детишки. Растут, взрослеют, вяжутся пучками. Пучком читают вспученные книжки. Потом пучком же ходят в кабачки. Пучком живут, стареют, умирают чурики. Чуваки и чувачки. И за пучком пучок внучки кидают. На их могилке свежие пучки. Вновь дважды два. Короче, снова здрасте. Как вы случились на моем руке. Я присягаю вам. Потап и Настя. Как в кем-тоце под садом. Три раза кучу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ребята, значит, продолжая разговоры о том, что нас окружают, я бы хотел заострить ваше внимание на том, что нас окружаем мы. Все, что мы видим вокруг – это наше отражение. Вы сейчас можете мне возразить и сказать «нет, это не так». И вы будете правы. Но я останусь при своем мнении и скажу «так». Я просто не буду с вами спорить и скажу вам, ребята. Все, что нас окружает – это «нет». «Градусы». Труба «Градусы». Такие веселые ребята. Такие веселые ребята. У них есть хит. Суперхит. Его знают все. Он называется «Голая». Я вам сейчас прочту. Слова. У вас же нет времени поскрыть, понимаете, фон. Я точно так же. Ни в коем случае. Я вас от себя не отделяю. Но они поют. Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь. Помните? И, несомненно, заботишь. Идем дальше. Нравится мне, когда ты громко хохочешь, неважно днем или ночью. Это нравится мне. Да, не важно. Днем, ночь. Ну, хохочешь. И ты красный. Мы так живем. Мы так живем. Она хохочет. Ну, не нравится. Слова. Да. Товарищ Александрович. Ахаха. Ну, не нравится. Так живем. Да. Выспомнили. Слова. Да. Припев. Плевать, если я заболею. Я сам себе поставить в банки сумею. И мне никого, блин, не надо. Лишь бы ты ходила. Голая. И припев. Ха-ха-ха. Мне нравится. Мне нравится. Ну, это хорошо. Она ходит, смеется. Мне нравится. Мне нравится это. Да. Значит, голая. Да. Я не смог прогремим и назвал свою парню одетую. Одетую. Я сидел за столом. Я писал, я пытался работать. Но работа не шла у меня в этот день от чего-то. Я собраться не мог. Ускользал от компьютера взглядом. Потому что все время ходил, а ты голая рядом. Ха-ха-ха. Я терпел, как кремень. Я работал мозгами, как Ленин. Но предательский взгляд постоянно скользил по коленям. И по прочим частям твоего обнаженного тела. И хотел сказать, что ты ходишь по дому, пиздела. Ха-ха-ха. Я открыл полу рот. Но смолчал. Ограничившись взглядом. Я заметил, что ты не одна ходишь голая. Ха-ха-ха. Мне пора отдохнуть. Полежать пару дней на диване. Я неважно смотрюсь в пиджаке с компьютером в бане. Ха-ха-ха. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы помните его? Значит, Гриша, Григорий, наверное правильно можно сказать, Григорий Левский, он очень фантастический исполнитель. За что он умудряется вообще из ничего достать слезы. Есть, знаете, лекарства. Есть лекарства. Значит, что-то вкалывает куда-то и появляется что-то. Вот если вколоть лекарства, появятся слезы. Причем можно вколоть, допустим, два кубика лекарства, да? И ты получишь два кубика слез, да? А если вколоть три кубика лекарства, ты получишь море слезы. Там есть какой-то момент перебора, когда он все течет. Я сам такой, я не могу без слез, потому что лекарства. У него есть песня. Она называется «Самый лучший день». Вы ее знаете все прекрасно. У меня звучит из каждого радио-приверника. И мне вам рассказывать. Я вам сейчас просто процитирую, что там появится. Вы же никогда этого не вдумывались. Ну, просто давайте я посмотрю себе сейчас и сказать вам, что он появится. В этом случае мы сто раз, но мы не слушаем. А сейчас мы послушаем. Значит, он поехал. Самый лучший день. Заходил вчера. Не-не, рано, рано смеется. Подожди. Ночью ехать лень. Пробыл до утра. Сейчас самое интересное. Но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно. И вот это, значит, предложение, если можно так сказать. Это предложение. Оно кольцуется. Ставится на мелкий день. И повторяется, допустим, 16 раз. И вся страна в этом. Значит, что там происходит? Самый лучший, еще раз. Самый лучший день. Заходил вчера. Ночью ехать лень. Пробыл до утра. Но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно будет. Короче, мы плачем. Мы плачем, потому что это связано, наверное, с нашей... Знаете, расскажите. Мы что-то все потеряем. Мы что-то все утраиваем. Очень сильно. И вот Лепс, об этом не говоря, об этом и говорит. Вот загадка русской души. Он об этом не говорит, но мы это понимаем. Мы что-то с ним. Понимаете? Вот, и мы это чувствуем. Вот, когда мы слушаем эту песню, мы чувствуем, что может... Шестнадцать раз. Вот. Я вообще спрашиваю порой. Она так и называется. Самый лучший день. Я прошу вас поражаться. Самый лучший день. А ждал четыре дня. А ждал четыре дня. Заходи вчера. Вторник так себе. Так себе среда. А в четверг уже я советую ждал. Дурака валял. Побеждал. Уважая лень. Наконец настал самый лучший день. Я считал часы до шести часов. И часам к семи был уже готов. И дальше тишина. В памяти провал. Самый лучший день видимо проспал. Попuşка. Самый лучший день. Заводил вчера. А с утром не крем. И тошнит с утра. Ребята, дорогие, извините, что я так по-небратски, я сейчас закончу, тут немножко осталось до конца первого отделения, будет потом перерыв, и вы сможете уйти, если вам не нравится, значит, Катя Леля, есть мысли? Ребята, вы даже себе не представляете, вы просто себе не представляете, вы никогда не обращали на это внимание, я на это начал обращать внимание недавно, с ума, значит, Катя Леля, нисколько не стесняясь того, что она Катя, и что фамилию Леля поет, земля уходит из-под ног за горизонт, Катя Леля, нисколько не стесняясь того, что она Катя, то есть Екатерина, фамилию у нее Леля, поехали, внимание, можно рассчитать, земля уходит из-под ног за горизонт, ну это сложно, прочитайте, еще раз, значит, Катя Лель, поет, земля уходит из-под ног за горизонт, все, понял, все, идем дальше, все, все, не, не продолжай, ночь из-под ног за горизонт, дальше, нет, и от ненужных слез нам не поможет зонт, от ненужных, то есть от нужных он мог бы помочь, Ладно, оставим в покое Катю Лель, перейдем к сути происходящего, значит, Катя Лель училась в школе, наверное, да, то есть мы можем предположить, что эта девица получила образование, ну даже среднее какое-то, да, и там была физика, наверное, значит, в рамках этого образования, и там, наверное, даже было, как это называется, краеведение, то есть оно должно понимать, куда она из-под ног уходит, как бы должна, но, тем не менее, мы всей страной плачем под это, все, мы все с этим поняли, мы все взрослые люди, значит, земля обиженно уходит. Назвали я эту плачу. Земля уходит из-под ног за горизонтом. Куда еще идти из мученной земли? Слагая этот стихотворный оборот, похоже, автор был слегка навеселен. У горизонта есть один банальный смысл. Земля и небо создают горизонталь. Но вероятнее всего, что на эту мысль, поэт отбросил как ненужную деталь. Земля уходит из-под ног. И в этом суде. Чтобы подчеркнуть трагизм и слезы, нужен зонт. Но рифмовать с зонтом не будешь что-нибудь? Вот и пришлось земле идти из-за горизонта. За свой же собственный. Ведь так решил поэт. Так вдоль эквадора тихонько и пошла. Вокруг оси. Как до того миллиарда лет. Но лишь теперь сокрайный смысл. А знаете, я вот смотрю на сережку, у нас много связано вместе. Мы вместе играем три товарища. Этим проверяется дружба. Если ты двадцать лет играешь три товарища. Ты понимаешь, что независимо от товарища, это сплачивает. Нет, слишком хорошая. Я на него смотрю. Понимаю, что ему интересно. Значит, мы продолжаем. Гру Бандерас. В чем-то возьми, ребята. Есть такая группа. Она называется Бандерас. Она пишется так, знаете, Бан Эрос. Ну, типа такой эротический бэнд. Какой-то Бандерас. Значит, ребята классные. Они, кстати говоря, пишут хорошие песни. Они очень нравятся. Ну, правда, честно. По-человечески они пишут хорошую музыку. Вот. Ну, что они там поют, это с ума сойти. Я вам сейчас расскажу. Это я думаю, что они, вот в данном конкретном случае, думаю, что даже они не знают. Я думаю, что они это пропустили. Просто они спели, а потом, я сейчас, допустим, мы это снимем, они идут и думают, что мы спели. Такое может быть, да. Боюсь, что так. Да, потому что в их случае я думаю, что это вот так. Значит, читают. Реально ничего не преувеличивают, не выдумывают. Состоятельный друг наборолся на сук. Клянусь, ребята. Клянусь, это в тексте. Дальше. Ширий круг для подруг. И припев. Еще чуть-чуть и прямо в рай их жизнь удалась. What a beautiful life. Присуем к чертам и матерям всю эту историю. И называем это конец красивой жизни. Не желая уйти от судьбы. В лес пошел состоятельный друг. Он пошел в этот лес по грибы. Но, увы, наборолся на сук. Наборолся и понял хана. Суги явно давно голодны. И уже ухватила одна олигарха пониже спины. Он подумал, осталось чуть-чуть. Он увидел на пропастью край. И успел он бы слишком мелькнуть ничего. What a beautiful life. И нельзя откупиться от сук. И презрительно смотрят дубы. Видно зря состоятельный друг. Без охраны пошел по грибы. Вы здесь все ребята взросли. Курящие. Это вам. Хелло, народ. Привет, мамуля. С тюрами он не отразем. Король, стендап. А вам киндрюля. Такой нехитрый псевдоним. Зигзаки в нашей жизни рисуют. А мы заложим ее. И много меня волнует. Точнее волнует все. К примеру, что? Запрет курения. На днях покушать я забыл. В одну крутое заведение. Короче, в ресторан. Абел. Ну, съел какую-то дрянь с мясом. Ну, выпил. Вышел покурить. Я посакую. Я обед. На двадцать ярдов. Отходим. Вообще-то в загоне более метра. Ну, я на ярдовы расширал. Ну, точно так примерно. Ну, отошел, короче, в старт. Стою, к уровню до швазовом. Ну, перемешку с табачком. В ушах наушники с музоном. Подходит мало. Со значок. Такой значок прямого угла. На нем охранник Николай. Я говорю, значит, он прикольно. А он отвалит. Я говорю, ты че, Николай, я двадцать ярдов отсчитал. Он прикольно читаю. Бар Виола. И рядом есть лист. Подбор. Прости. Начальник не заметил, но был неправ. Уже вышел. Тушил, короче, сигарету. Иду подкуру. Скуварил. Потом налево. Двадцать ярдов. Там точно покурил. А там гинкальная с бельяном. И даже чайхана. Курю. За ней пивная Миннесота. Потом стейкхаус Кондурас. А ведь курить достойно с охотой. В общем, не завтра и сейчас. Идти налево смысла нету. Направо я ходил. В облом. Ведь народ же курит где-то. Иду под вывеску. Сорвом. И двадцать ярдов. Тупо. Прямо. Через дорогу на Броном. А там пиццерия. Бергам и шоколадница. А вот. Ну, дальше я в порыве страсти. Не нормативно говорил. И после на проезжей части сел. На асфальт и закурил. И как-то легче стало сразу. Не от табака. Мне просто выхлопные газы. И копоть встали без них. И я прозрел, друзья, отчасти. Какой я раньше был дурак. Кайфуйте на проезжей части. Вставляет лучше, чем табак. В любом количестве. Без плана. Сидишь в общественном дыму. И по закону все обрали. И не мешаешь. Никому. Курю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я чувствовал, что я не просто кому-то интересен. И, надеюсь, что вы чувствовали что-то похожее. АПЛОДИСМЕНТЫ Это было здорово. Значит, есть классика. Мы же сейчас с вами говорили о попсе. Ну, хрен здесь попсов. Ну, они там, как могут что-то пишут. Как-то поют. Мы это все в фоном воспринимаем. Наша жизнь, мать ее куда-то проходит. Пройдет, как она не продаться, а закончится. А вот. И когда ты вдруг понимаешь, что она пройдет, и что мера эта, она очень условна, ты возвращаешься к истокам. К тому, что было как-то сделано хорошо. Ну, было просто хорошо сделано. Делали хорошие ребята. Делали качественно. Просто хорошо делали. И в числе этих ребят, безусловно, мы назовем Ивана Андреевича Крылова. Чем занимался Иван Андреевич Крылов? Ну, я не жил с ним в одно время. Я боюсь, что я могу что-то напутать. Но мне кажется, что он прикалывался. Ну, правда. Иван Андреевич Крылова. Потому что был бы фонтен, который тоже, в свою очередь, где-то кого-то перепел вот эти вечные сюжеты. А Иван Андреевич Крылов, значит, своим жирным затылком, как писал в Жирковской, где-то, значит, прислонился к стене. И ему показалось, что, ну, наверное, можно, ну, давайте скажем. И он это сказал по-русски. И мы это все знаем наизусть, потому что это наша история. Вот. Я, в свою очередь, значит, наглость такую от Эмир. Думаю, да хрен бы с ним. Значит, с Ло Фонтейном. С Иван Андреевичем. Жирковская, кстати, говорит. Да. Ну, это хорошие ребята. Мне интересны снимки. Они хорошие ребята. Вот. И, значит, лебедь рак и щупо. Чего тебя знает? Может быть, зря я читал. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука. Однажды Лебедев, ракетельман и щуку взвалили на себя нелегкий хвост, решили вместе от чего учить штуку, эмоционально разрешить вопрос. Открытый Лебедев взывал патриотизму, произносил известные слова за Русь и за великую отчизну сомнительного большинства. Ракетельман тактичный, деликатный, не нарушая вековой уклад, мысль излагал предельно непонятно и плавно поворачивал назад. И как Днепра задумчивой воды чубатый щука не хотел спешить, ссылался на медлительность народа и трошки предлагал попередить. У каждого из них имелся довод и представление о том, как нужно жить, и каждый ждал лишь подходящий повод, чтобы вопрос по-своему решить. Пока они собачились и злились, ищав в своих соперниках Эсьян, у ВОЗа очень быстро очутились Макакишвили и Макакишьян. Потом к честной компании примкнули Гусейнов, Баранович, Лисовец, Бадая корова, Стрекоза Бибуллин, Аслана Козлоев и его отец. Сначала вроде не хотели драться, но и терпеть обиды не с руки, вопрос упорный не хотел решаться. Решили перейти на год. Трещит по швам Великая отчизна. И, как всегда, вопрос решать не нам. В 80-м ждали коммунизма. Не дождались. А ВОЗ и мы. Значит, спасибо. Мне кажется, вы нормально выпили. Вам даже пофигу, что это было. Мордышки и очки. Мордышки и очки. Послушайте. Сейчас я прочту вам басню. Она, ну прямо скажем, как это я правильно сказать? Ну она, правда, она очень, она прям не стопроцентная. Потому что, вот я прям клянусь, мы разделимся здесь на половину, и кто-то ее примет, кто-то не примет. Ну, не важно. Она есть. Она есть. Я сейчас просто коротко объясню, в чем дело. Значит, у Крылова есть бас, там мартышка и очки. Мы помним, что там происходило. Там мартышка к старости слабо глазами стала. Но от людей она слыхала, Я захотел, честно говоря, раскрутить эту историю сегодня, чтобы она мне была интересна, чтобы она была актуальна, для меня важна и так далее. Получилась такая фигня, которая многим не понравится. Ну, и бог пусть не понравится, ну, скажем так, я же тоже молодец. Я это сделал. Мартышка к старости слабо глазами стала. Но от людей она слыхала, что это зло еще не так большой руки, лишь стоит завести очки. И завела. Две пары. Отверсачек. Себя внимательно, пристрастно осмотрела. Нашла, что выглядит решительно иначе. Что приосранилась и что вы молодели. Очки на пользу ей, лиха беда начала. Пошла в салон и чистые часа. В салоне перед зеркалом стояла вполне себе приличная краса. Не дать ли тебе звезда. Не наглядеться. Укладка, маникюр, татуаж. Теперь, пожалуй, нужно приодеться. Взяла стилиста и пошла в пассаж. Кривые ноги скрыли шарованные. Рот с небольшим крыльиком луки. А камуфляжем складок шеи стали явились разноцветные платки. На пальцах заиграли самоцветы, чтобы взгляд от недостатков их от действий. Стилистам недешевые советы вполне доступны, если деньги есть. Мартышка превратилась в сновидение. Сводя с ума наивных простачков, а начиналось все преображение с обычным, если помните, очков. Долой мораль, приятная малышка. И при деньгах дерзайте, мужички. Плевать, что это старая мартышка. Чтобы не пугаться, можно снять. Ребята, сейчас будет самый камень. Значит, мы продолжаем. По классике. Самая известная тема. У Крылова, который в свою очередь, понимаем всю линейку, есть сюжет. Ворон и лисицы. Но нет человека, который не знает эту историю. Она прекрасна. Я грешным делом в свое время учился в театральном институте. Непонятно чему, непонятно как, но это обильно рассказал. Но у меня был педагог. Замечательный совершенно человек, который по часу преподает в этом самом театральном институте. И он мне говорил, Андрюша, я никогда не понимал, почему она задумалась. Помните, вводные обстоятельства, она залезла на ель с куском сыра и задумалась. Ворон. Дальше все это мы знаем. Как это все происходит, это все мы знаем. Почему она там задумалась, вообще непонятно. И он мне всегда говорил, Андрюша, я не понимаю, что она задумалась. И он всем своим студентам, с некоторых пор, когда сам прозрел, взрослый человек, он говорит, ребята, объясните, а что она там задумалась? А ведь каждый второй студент читает эту басню. Он говорит, ребята, что она задумалась? Ну, залезла, да, сыр, да, жри, там, ну, какая-то сериальная должна быть, нет? Задумалась. Она задумалась. И он не может понять. И он все мыслил. Почему она задумалась? Что там ей в голову пошло? Значит, мне это стало очень интересно. Я вам сейчас прочту шердел, ребята. Ну, правда, правда, правда. Ну, правда. Соберитесь на две минуточки. Это реально круто. Вороню где-то Бог послал кусочек сыграл. На ней ворону взгромозили по завтраке. Было совсем уж собралась, да позадумалась. А сын во рту держал. Сидела, не спеша, соображала. С каких таких неведомых заслугах Бог обо мне заботится с того, да? Чем я расположение заслужил во всего лишь картолдах в небесах? Однако с сын во рту не выезжаю. Не у медведя и не у чижа, а у меня. Возможно, я иная. Неповторимая во всей вороньей стаи. Да что вороньей, да во всем лесу. Я и странная. Ну, взять хотя бы лесу. Чертовка рыжая хитрюга и фанера Могла бы иметь, не имеет сына. Не заслужила дубки. Не толпа. Он для меня воронный сыр берет. Уже на голове своей вороны вполне очертливо увидела корона. И мысль родилась вновь у птицы. Что будто бы она в лесу царица. И тут сейчас все ясно стало. И сразу начала она строчить указы. Не заметила, как тень прошел. Когда очнулась, глянь. Бетонный пол. Она привязана. В углу дежды тетка. Короны нет. И на окне решетка. А час спустя Открылась дверь в палату. Пошел главврач. И два больших медбрата. Главврач внимательно ворону осмотрел. Он взял в руки карточку на носочки. Надел нос. Говорит, вы нас напугали. На шкаф залезли. Сыр в народ кидали. Побрить хотели нагло ежей. Семена Зайцева оставить без ушей. Перекроить российско-польскую границу. Будут покрасить в ней живот директора лисицу. Завхоза Лосева отправили по этапу. А льву Медведеву сосать и лили лапу. Потом его же загоняли стулом в спячку. Похоже, все это набило горячее. Но правее не отыскали алкоголь. Возможно, как артист. Вы исполняли роль. Не отвечает. Вы что же отдыхаете? Вспоминайте, Павел Андреевич. Вспоминайте. Холодный вышел. Павел Андреевич воровал. Глаза закрыл. И звук издал на роде стона. Он помнил только бутерброд с кусочком сыра. Что положила на обед супруга ее. И на кусочки плесени налет. Годовой бухгалтерский матч. Мы продолжаем по классике. Прекрасно. Все мы с вами учились в школе. И даже Сергей Лазарев, как мы поняли, и Катя Лель. Мы все учились примерно в одной школе. И примерно одинаково. Каждый интересовался тем, что он интересовался. В той или иной степени и так далее. Ну, был Некрасов в нашей жизни. Что мы помним о Некрасове? О том, что этот человек нас замочил однажды в студенную зиму. Значит, отрывок из поэмы «Крестьянские дети». Вообще никому не интересно. Вот давайте сегодня скажем вот. «Крестьянские дети». Ну, как факт. Кому это вообще может быть интересно, да? У нас здесь сидит этот человек. «Крестьянские дети». Что с ними делать? Ну, какие-то «крестьянские дети». Ну, не важно. Некрасов задумался. Он написал поэму. И думаю, что мы бы ничего не знали о Некрасове, если бы он ее не написал. Потому что я больше ничего не знаю о Некрасове. Кейпе. Мы это знаем. Но однажды в студенную зиму. Это лагика. Это учили все. Я не смог пройти домой. И решил рассказать эту историю сегодня. Ну, господи, прости, значит, покойничек наш замечательный Рогов Васильевич Суховерка, который совсем недавно ушел в жизни. Светлая ему память. Он мне говорил, Андрюха, это классно. Ты берешь первые строчки известных произведений, раскручиваешь историю. Он говорил, ему это нравилось. Он не любил там других моих вещей каких-то. Он к этому очень относился. А это он любил. И поэтому я посвящу это ему. Однажды в студенную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Лежу, превышая, несется по двору большой синетонный цементароз. Я шествую, важно по ходу ключи, зашел на дорогу и жазов поднял. Куда, говорю, вы несетесь, мужчина? А он отвечает, по-моему, я не понял. Чего понимать, говорю, ты превысил, давай документы. А он на меня. Два зуба железных улыбки, окрытия. А человек говорит, прости, ничего не понял. Кончая издеваться хирургов, ошибка. Права, говорю, и техпаспорт давай. А он отвечает с дурацкой улыбкой, прости, я по-русски не все трогаю. Я чувствую, что выхожу из терпения. И ноги замерзли, и уши, и нос. Юдашкин не очень учел утепление. Попался бы он мне, я бы задану вопрос. Давай документы, техпаспорт, сварковку, права, техталон, говорю, доставай. А он из окошка просунул головку. К винделе из печени, я все понимаю. Пока я на пальцах замерзших с барана, с трудом выторговывал тысячу рублей. Промчались два, четыре, Ниссана, Двежконы, Тойоты и Пешки. Быть может, на них слегонца превышали носители пушкинского языка. Теперь, не догнать, мы всегда ушуршали, пока я тут изображал дурака. И как дальше жить? Если жизнь все дороже, а в тачках по трассам летят дураки, из органов мне уходить или все же начать потихоньку учить языки. Ребята, значит, я очень, я чувствую, не хочу, чтобы я петь начал, но я это сделал. Не-не-не, подожди, подожди, я не специалист в этом вопросе, это будет коротко и емко. Значит, я вам хочу сейчас прочесть одно трагическое произведение. В нашей с вами истории было много всего хорошего, и было много всего непонятного. Чему мы еще, может быть, когда-то дадим оценку, а, может быть, никогда не дадим оценки. Но это было. И в моей истории, например, был замечательный мультик про то, как мужик королю продал, помните? Это стихотворение Сергея Михалкова. Сергей Михалкова. Александр Михалкова. Который, кстати говоря, если быть до конца честным, он его сперл. Это фольклорный сюжет, кстати говоря, что тоже под вопросом. Этот фольклорный сюжет, может себе присвоить еще кто-то, с тем, что там забыл бы не стоит. Но однозначно мы можем сказать о том, что Сергей Михалков этот сюжет позаимствовал из «Белорусского фальшивого» и написал стихотворение «Как мужик корон продавал». И на эту тему снят замечательный мультфильм, который, например, в моем детстве и юности рождал во мне мысль о том, что все бессмысленно вообще. Когда я смотрел этот мультфильм, я понимал, что вообще все бессмысленно. Он не закончен, но там мужик продает корову, вы помните, да? И он ее не может продать как корову, а начинает продавать ее как самолет, условно говоря. И там тоже не все очень гладко, потому что все же понимают, что это корова, да? И я как потенциальный покупатель, ну то есть как зритель, я понимаю, что вообще все бессмысленно, вообще нереально. Потому что и так, и иначе обман нужна. Копейка. Копейку на рынке мужик продавал. Никто за копейку цены не давал. ВАЗ-2101 Жигули. Никто не хотел покупать за рубри. За доллары тоже никто не хотел. Мужик продавая копейку кряхтел. Чуть-чуть заикался, кордавил слегка. Рабел и по полной давал мужика. А что тут давать? Он и был мужиком. Вполне заурядным, рожденным совком. На шахте всю жизнь от звонка до звонка. И эту копейку он брал на века. Копил десять лет, пока очередь шла. И грезил во сне, как оставив дела, он барином сядет в копейку свою. И вот очутился на самом краю. Странно, что кормилось с трудов мужика чуть-чуть подтянуло. Не то, чтобы мужик собирался роптать, но пенсии стало ему не хватать. К тому же здоровье его подвело. Не то, чтобы совсем, видно, время пришло. И рухнула драмка с несущей стены. Не то, чтобы критичного деньги нужны. А денег мужик отродясь не видал. И вот он копейку помыл, стоял, потел, заикался, тянул. Продаем. Кровиночку, ласточку. Радость свою. А мимо него покупатели шли. Но двадцать один ноль один Жигули. Никто не спешил у него покупать. И даже копье за копейку давать. Кругом продавались другие авто. И лишь на копейку не глянул никто. И вдруг к мужику подошел паренью. Почем лошаденка? Да хоть рубанек. А что так немного? Она хоть в ладу. Да ездит помалу. Как-то на ходу. Подвеска не сыплется, не барахляет. Да глухо, как в танке. По кругу стоит. А много ли бензина на сотню берет? Да кули в гараже так почти не бьет. А как же мотор? Не сбоить, не троить? Да кольца ведешь, так ничего. Тарахтит. А кузов? В порядке, резина цела? Да та же резина какая была. Так верно, пробег у ней больно силен. Да кто ж ее знает? Поди подъявил. Пацан рассмеялся. Послушай, папаша. Копейку ты так никому не продашь. Давай-ка за угол иди покурить. Я малость развею, сейчас посмотрю. Мужик закурил. И ушел в закуток. И в тот же момент закричал при нем. ВАЗ-21 наровень, Жигури! Сегодня из штатов спецрейсом пришли. Модель эксклюзивная, цвет баклажан. Последний владелец индийский рожан. На этой копейке лет сорок назад сам Путин Троллейбус уврезался в зад. Сам Ельцин, доколе не брешет молва, На этой копейке сдавал на права. А Клин там на заднем диване Ее впервые растратил любви, Господи. На 100 километров 620 грамм Все время снимаете все в инстаграмм. Мотор как часы не сбоит, не троит. Пять сотен гигов и 7000 мегабит. В фейсбуке 100 лайков за пару минут. Салоны дизайнер, сам курт, вон и вот. Резина, обивку, покраска, отлив. Стиль ретро-улыбка, савьет, позитив. Начальная ставка 3000 рублей. Давай подходим на летание Рабина. Кровиночку, ласточку, радость свою. В хорошие руки задал, отдаю. И тут же к нему потянулся народ. А правду ли гонит за то, что не было времени. Пока разбирались, за 10 500 копейку купил Ахмеджанов Ашот. Но тут докурив появился мужик. Жигуль не продам. Претерпелся, привык. К тому же дизайн и лояльный расход, никак не согласен за 10 500. И двигатель, как его там, Инстаграм. Копейку свою никому не продам. Отраду свою не отдам никому. Такая машина нужна самому. И здесь я бы мог свой закончить распространять, когда бы он так не касался всех нас. Когда бы мы наши копейки могли продать, чего там хотя бы за рубли. Когда бы могли мы за наши труды достойно дожить до могильной плиты. И наших копеек суммарный доход чуть меньше смешит прогрессивный народ. Спасибо, ребята. Сейчас я вам прочту, а очень спорную штуку. Она была написана... Это все по вопросу о классике. Она была написана, чтобы не соврать, где-то, наверное, в марте прошлого года. То есть год назад. Я ее нигде никогда не читал. Я не знаю. Я кого-то из вас здесь знаю лично. Кого-то не знаю. Поэтому реакции я не могу ожидать стопроцентной. Есть какие-то вопросы, которые вызывают сразу... Ну, вызывают спор. Для меня это бесспорная абсолютно история. Мне плевать, что мне говорят там по телевизору. С той стороны, с другой стороны. Неважно, у всех нас касается каким-то образом. Я не хочу этому давать никакой оценки. Я, знаете, на уровне вопроса. Пожалуйста, отнеситесь к этому как к вопросу. Значит, парафраз на стихотворение у Владимира Маяковского. Что такое хорошо и что такое плохо. Лешка, сын, к отцу пришел. И спросил у Кроха. Крым забрали хорошо? Или, может, плохо? И отец ответ нашел. Понимаешь, Леха, для кого-то хорошо? Кому-то наплевать. Так бывает тоже. Не грузись, ложись в кровать. Сын любимый Леша. Но мальчишка не спешил. Сон смотреть в кроватки. Он пытливый мальчик был. Любопытный, хваткий. И пришлось отцу ответ сыну дать подробный. Крым прекрасный. Спору нет. И о нашей обороне. А для обороны стран под эгидой надо. То, что Крым без боя сдан, это плохомой. То, что будем отдыхать за рубли на море, это славно, что сказать, ты оценишь вскоре. Только то, что хорошо для меня и мамы, отвратительным нашел кабинет Обамы. Начала Москва наглеть. Перешла в АТАП. Перестала в рот смотреть славному бараху. А когда не смотрит в рот псевдодемократам независимый народ, негру плоховато. СМЕХ 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 Будут санкции выбить, станет жизнь дороже. Так что, если рассудить, мы попали тоже. СМЕХ Европейцам нужен газ южного потока. Так что то, что Крым у нас, для Европы плох. А для жителей Керчи или Балаклавы, из России калачи это очень славно. Киев визами грозит, собирая крохи. Рухнет газовый транзит, будет очень плохо. Так что то, что Крым вошел в состав России, Леха, это вроде хорошо, но местами плохо. Шо бы ты, сынок, в кровати наслаждаться с нами? Видишь, Тузику плевать, но это между нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ребят, перед тем, как я начну петь. СМЕХ Наконец-то. Я хочу вот это. А может и не надо? Не надо. Давай, надо. Это было актуально в декабре 14-го года. Сейчас, конечно, это уже немножко иначе. Но это было актуально. Не обнашу рульных улиц. Падает снег на проспекты и улицы. Пусть себе падает снег. Берем. Но непонятно, что будет с рублем. Рульный снег. Он падает, падает. И население это не радует. И обезумевшее население тратит накопленные сбережения. Тратит, как в памятные 90-е. Очень лихие, голодные посты. И только тогда брали спички и гречку. Нынче ржатно. Микроволновые пенечки. Чайники, плазмы и пылесосы. Выросли у населения запросы. Власть, я согласен. Не либеральные, но разлетелись машины стираем. Кофе, машины, смартфоны, планшеты, принтеров нет. И компьютеров нет. В банках. Нету в самом нас автомобилей. Нету автобуса. Все раскупили. В банках. Мгновенно, буквально в минуту. Тут же, как в сказке про была валюта. Все в это тоже. Мели, скинули бабки. И вновь намели. В воздухе пахнет серьезным обвалом. Гречки, однако, и спичек на валу. Масло в избытке колбаса и соленья. Кушает. Страждущие населения. В те девяностые было иначе. Вряд ли мы стали намного богаче. Но целевой потребительский спрос, я бы сказал мне, Сомненно, опасно. Небо над нами по-прежнему хуйцам. Падает снег на проспекты и улицах. Жили тогда и теперь проживем. Непонятно, что мы все равно. Слушайте, вы вообще, конечно, мазохисты. Слушайте, какого-то придурка в клетчатника, человек из-за стихи читает. Я уже ушел. Так, значит, я вам сейчас прочитаю такую фигню. Это одна из... А, нет, две фигни прочитали. Я не знаю, как это читать. Я это с листа никогда не читал. Значит, здесь примерно 70 человек. Половина этой аудитории. Это аудитория, которая пришла из Фейсбука. Фейсбук это такая странная штука, которая как бы дает ощущение, что ты всем нужен. Ну, нужно просто выложить в продажу 40 билетов, чтобы понять, как обстоят дела. Фейсбук это отдельная тема. Не зря, кстати говоря, как его там называют? Гонопольски называют. Фейсбучные хомячки. Да, правда. Фейсбучные хомячки это очень точно. Спасибо. Ну, это так. Я сам фейсбучный хомячок. Боксник. Ну, в какой-то... В каком-то своем... В какой-то своей послези. Ладно. Короче говоря, там в Фейсбуке... Есть определенная... Я даже не могу вам точно сказать... Там есть какая-то определенная манера подачи. Я ее чувствую нутром. Я понимаю, что на сцене так нельзя. Там... Вот только там и все. Там есть определенная интонация. Ты ее ловишь, и ты становишься своим. Это такая же неправда, как и то, что происходит здесь. Ровно настолько же. Ну, тем не менее, ладно. Короче говоря, я тут недавно выложил в Фейсбуке... Этот ролик называется «Незаслуженный артист». Я вот, ребята, клянусь... Никогда не читал с листа. Я его, честно говоря, не очень знаю. Просто я пишу, а потом учу. Не все запоминаю. Вот. Но это, мне кажется, хорошо. Потому что сейчас нам это все... Заня. Красавчик. Ладно, в общем так. Помолясь и трижды сплюнув, предвкушая и предвидя экзальтированный ропот, гнев, гонение и свист. Театральных чистопливых. С вами я. Родомский Витя. Неизвестный, не народный, не заслуженный. Почему я не народный? Почему я не заслужен? Тут полнейшая загадка, вероятно. Потому что мне очень-то угоден. И парадон не шибко нужен. Я не то, чтобы за бабки я задал. Никогда. А чего так? Почему так, правословно? Я не знаю. И, в общем-то, плевать мне, откровенно говоря. Если лезут, кроме шуток, тупо нафиг. Поцелаю. Как могу, так и играю. Ну, признаться, поддаю. Склонен. Что тут притвориться? А без этого на сцене современной новой драмы не смените его никак. Если только ты не Ленин. Если Ленин, то не Грант. Ленин только натащил. Потому что Ленин совесть. Не порочен и прозрачен, но он всегда в душе народа жив, живет и будет жизнь. Да, блин, такая повесть! Если б я бы был назначен и какого-то урода постарался воплотить. Впрочем, Ленина обратно мне играть не предлагали. А Арон, Худрук и Уда. Сам меня и допущал. Ну, тактично. Ну, понятно, суки, ссали. Ну, да че с ним, враги будут. И лича не воплощил. Но зато чего другого было вдоволь выше крышки. И для каждой постановки у меня есть свой секрет. Потребление спиртного. Что партнера видеть, слышно. В бездоровой обстановке хоть в биодиатре нет. Если драматург французский, значит пьеса многословная. Взять шампанского бокальчика, но желательно не брить. Шоколадку на закуску и лимончик, безусловно, не спеша отставив пальчики при лече. На пять минут. Подождать пока, как сахар плавно, медленно и нерезко, растворится сладострасть. В организме и в душе. И плевать. Хоть Жан-Поль Сартер, хоть Кокто, хоть Иоганнесский. И камеру ведет за здрасть и молит. Рыборщика. Пузырьки. В крови играют. Кровь бурлит, и ты порхаешь, может показаться мало. Так бывает. Это факт. Если чушь не хватает, по голоточку добавляешь. Но не больше двух бокал. Соответственно, на акт. И совсем другое дело, если драматург британский. Тут уже совсем не важно, что они по жизни бьют. Грамм сто двадцать, можно собернуть коньячку, но лишь армянскую. Дагестанский или крымский, хоть у меня не подают. И французы не годятся с их каким-нибудь марателем. Не подходит для Шекспира слишком тонкий аромат. Забываем, что британцы запивают виски Элем для Ателл или Лиро. Уже только арара. Настоящие семилетия, тут ведь дело в благородстве. Потому что это ролик. К ним особо не подходит. Гамлет Чурь, дешевка с плечами куртуазного родственного. Пшины датский алкоголь. Трехлетний подойдет. Перейдем к американцам. Вопреки стереотипам. Тут ни виски не годится, ни бурбон не подойдет. Литр пивы. Засранцы. Подешевле что-то. Типа жигулевскую и пиццу на закуску. Все, при этом не в чем разбираться. Примитивные сюжеты. Все логично, просто, ясно, даже скучно иногда. Сверхзадача не устаться, дотянули до туалета. Ну это, не опускай, тоже ерунда. Самую сложную задачу, я считаю, безусловно, драматургов наших русских на диатре представляют. Тут уж лодка не иначе. Двести грамм. Только ровно. При этом без закуски, чтобы ритм не потерять. Русский должен быть голодным, но при этом симпатичным. Непрекаянным немножко, агрессивным, но не злым. Здесь не сможет и угодно сделать образ эстетичным. Эта трудная дорожка не под силу молодым. Здесь, ребята, нужен опыт. Шлейф. Простите. Прожитого. Не владею, не сыграю. Беспросветный свет в луже. Все пустое. В лодке хлопнул. И родившись как бы снова, ты корнями понимаешь смысл загадочной души. Болью и уметания, ложью правду, смех и слезы. Чехов Гога. Я не знаю, Достоевский и Толстой. Парадоксы мироздания. Гнев, отчаяния и грезы. Только белая. Родная. Нет тропиночки. Парадокс. 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 Прянув ее. Что, уговорит? Парадокс. Парадокс? Ах. Ах. Парадокс. Слушайте, ребят, у меня же перед тем, как я начну петь, я уже, по-моему, это говорил, я вам сейчас прочту дурака, Ваню, это последнее, это последнее, значит, а, я с вами поделюсь одной задумкой, значит, а, фейсбук, вообще, это несуществующий мир, в котором очень много людей живет, это нереальный мир, но он там, у него свои законы, он по-своему развивается, короче, я придумал такое стихотворение, я его еще не написал, я его напишу, значит, это будет специальное стихотворение для Заика, это будет стихотворение, которое сможет прочитать только Заика, человек, не заикающийся, это стихотворение прочесть не сможет, потому что он здесь будет построен на Заиках, ну, такая техническая задача, я ее решил, а здесь другая задача, значит, мы все время говорим о добре, о зле, себя ставим на другую сторону, оцениваем, переживаем, где-то, где-то, так, где-то респективно смотрим на себя, но, тем не менее, мы себя анализируем все время в рамках вот этих двух понятий, вот это стихотворение называется «Добрый Ваня, злой», я долго думал, как поставить знаки препинания в этом предложении, ничего не получается, значит, «Добрый Ваня, злой», через запятую не получается, но не получается, по-хорошему это просто три слова, треугольничек такой «Добрый Ваня, злой», все, значит, этим я закончу, потом возьму гитару и... «Добра, добра не ищут, смысла нету никакого, но от этой аксиомы, не оставив их следа, в добрых целях Ваня Добрый победил Ивана злого, ведь добро, подобно грому, побеждает зло всегда». Для начала разберемся, в этом, собственно, идея, в чем различие двух Иванов, Ваня Добрый и Ваня злой. Да лишь в том, что Ваня Добрый и Ваня злого был добрее, злой же Ваня не особый отличался добротой. Ваня Добрый очень злился, наблюдая Ваню злого. Он вообще при виде Вани злого весь не гновал. Злой же Ваня становился не со зла. Добрее немного, говорил, побойся Бога, провоцируя скандал. Ваня Добрый мог бы, в общем, и запить на злого Ваню, только он ужасно злился, видя форменное зло. Он не мог дышать спокойно дома, лежа на диване, и поэтому убийство зла добро произошло. Добрый Ваня Ваню злого застрелил из пистолета и отравленным кинжалом обесклавил подлеца. И милицией был схвачен, и посажен был за это, где и был убит стилетом неизвестным лицам. Но поскольку неизвестно, кем убил бы Добрый Ваня, что убил Ивана злого, да к тому же не со зла, мы не можем однозначно дать публичное признание в том, что Доброго Ивана злая сила извела. Сложен мир! Вполне возможно, слог Ивана погубило, проколол в своем стиле, там Ванни добрые нутро. Чертеждо, свихнуться можно. В общем, что-то победило. Как всегда бывает это. Назовем его Доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Но если вы еще с нами, то сейчас будет самое интересное. Я начну петь. Я, значит, небольшой специалист в пении. Как это все звучит? Друзья, значит, я небольшой специалист в пении. Правда, я такой посредственно очень бивака. Меня, как мы с вами с самого начала говорили, интересуют смыслы. Я эти смыслы преследую просто, как неуваливаемые мысли. Вот, значит, мне в какой-то момент очень сильно захотелось проанализировать, как развивалась авторская интонация на протяжении десятилетий. Поскольку мы на грузе. Курица у меня появилась. В гнезде глухаря. Это типа бардовская мекка. Это такие песни добрые. Я просто решил проследить, как развивалась авторская интонация от первого, на мой взгляд, серьезного, обоснованного автора-исполнителя до наших дней. Значит, за правную точку, ну, можно там, конечно, наверное, найти какие-то другие аналогии, но для меня это вертинский. Вот, на заре веков, это был человек, который сочинял и бил эти свои аренки, и, по-моему, это вот первый. Глухарь. Вот. Потом было много всего остального, но я буду плясать о нём. Вот. Значит, чтобы всех поставить в одни условия, примерно равный, я беру одну историю, чтобы мы все говорили об одном. Буратино. Почему? Объясню. Во-первых, она всем понятна. Деревянный мальчик, складываю ключик. Ну, все мы знаем эту историю, да? Соль, да. Ну, там где-то соль, где-то что-то, да. Ну, неважно. Это простая история, которую все знают. И... Ну, ладно, даже ничего не говорите. Итак, вертинский. Историю Курмы исследуем историю Буратино. Сейчас, ребята, извините. Вы лежали в охапке в углу за печенкой. И могли бы остаться бревном. Бесполезную полезную, безмозглую чулкой. И сгорел без пощадных огня. Но несчастный столяр сделал ножки и ручки вам, Шил вам курточку и колпачок. И купил вам буквари и бумажные брючки. И сказал, учись, дурачок. Ну, буквари вы продали с котами и с лисами. Вы отчаянно начали жить, потому что однажды в углу за кулисами Вы, театр, решили любить. А театр давно стал лишь пыльным клеткой. С мородатым царьком во голове, где плясали и пели марионетки. И мечтали о новой церкви. Я прошу вас, мой мальчик, не взгляните в уныние. Ведь не заряжу вас длинный нос. Притворитесь поленом, смирите горды. И решите с театром вопрос. Ну, допустим. Спасибо, это приятно. Это неважно. Значит, потом шло время. Время шло, оно шло, но как-то там все это мало. Была война. Страшно. Мы до сих пор за счет этой войны пытаемся себя позиционировать. Были ужасы, связанные с репрессиями. Страшно все это. Страшно, как всегда, это воевшие люди. Вот. Менялись поколения, менялись вгляды. Я не буду сейчас сильно далеко ходить. Я просто возьму самого яркого автора-исполнителя, Которого появился в послевоенный период. Да? Это Владимир Сынович Высоцкий. Значит, ни в коем случае не буду его пародировать. Просто историю Буратино. Час зачатия свой помню точно. Потому что его не зачатил. Он явился на свет неборочно. Древесиной являясь в начале. И гудрявилась мягкая стружка. И скрипя отлетали сучки. И так однажды в коморке игрушка, Подняв веки, открыла зрачки. Спасибо вам, писатели, что плюнули, да думали, Что без такой-то манией Зачать его задумали. В те времена угромные, Теперь почти блинные. Когда срока огромный, И занос давай длинный. Когда для всех один очаг на стенке нарисованный. Но мальчик выжил не за чек в условиях рископа. В ходу дома подсадил на крест дому. Все продал и попал в переделку По условиям смешного дома. Попадая от стрелки на стрелку По стране дураков бесконечных И по полю бескрайних чудес. Если б знал, что и как-то конечным Но он обратно в полено залез. Потом проходят еще какие-нибудь 20-25 лет И появляется другое поколение. Мышление другое. И мы ту же самую историю Рассказываем языком человека, Которого всех хорошо знают. То, что был Буратино Полином, Ни вопрос, ни секрет и ни тайна. Папа Карла мальчишку увидел В неприметном духовом бревне. Человек из него получился. Я клянусь вам, ребята, случайно, Как случайно своим длинным носом По ночам продырявил в стене. И здесь могут быть немножко Асоциальные остроты, да. Но кто-то в дубе Строчит запреты. А кто-то гений Острогает без бревна. Какой подход. Такие дети. Какие методы. Такая и страна. И примерно в это же время Вот, извините, есть то, что мы сейчас с вами спрашиваем. Это такой женский вариант. Женский, ажурный, как разговор по телефону. Масса подробностей никому не нужны. Есть более кондовый вариант, да. В те же годы. То, что было вчера бревно И могло бы сгореть в печи Полежало в страну дураков Золотые искать ключи Из носка у него колпак И везде он сует свой нос Что сказать, дурак он дурак Но с театром решил вопрос Ау! Как его ребята зовут? Ау! Кто провел катай в лесу? Ау! У кого вся сила в носу? Какой я бред несу! Поздравляйте, значит, вот это мы одну и ту же историю рассказываем Немножко по-разному, да? Мы проживаем жизнь Проживаем жизнь История не меняется История осталась История заключается в том, что Добрый человек От нечего делать Из деревяшки Сделал Бога Давайте не будем лукать Это так Ну такого Бога Для всех деток И этот Бог решил вопрос Он решил История не менялась Но Менялась интонация Интонация менялась Трофимов Сергей Трофимов Очень сложно из бревна Сделать собеседника Но вложил я часть души В неживую тварь И сегодня сам себе Настрогал наследника На последние прошли Взял ему буквы И сегодня сам себе Нас Понимаете Значит Вот за те сто лет Что мы сейчас прошли Родилось и созрело поколение Которое с первого раза не понимает Понимаете И сегодня Сам себе Настрогал наследника На последние гроши Взял ему буквы В нос Забредил играть с огнем Даже с нарисованным Но на добрый мой совет Мальчик наплевал И здесь сейчас Мальчик Трофимов сейчас дал Немножко ненормативной Лексики Обязательно Но она такая В рамках Как бы Он загнал Букварь двоим Гадом Прифарцованный И на добрый Эй Как и последних пять манех В землю Закопал Закопал Запретил Играть с огнем Это я уже пел Далiyoruz Он струбил на скользкий путь Стал марионеткою Это участь всех ребят Что сует свой нос Не туда куда-нибудь Например в розет И учиться не хотят И вообще шалят Чтобы он сейчас закончил с историей Буратина Послать его к чертовой матери И он скажет так Вы все знаете Валентиновича Гафта Он не поет ни под гитару, ни без гитары Вообще никому не поет И поскольку я с ним дружу Достаточно близко Я возьму у себя смелость и скажу Что если бы ему довелось высказаться на эту тему Он сказал бы так Был чурбаном газистом И стал заслуженным артистом Так, значит с этим мы разобрались Сейчас я вам спою песню Какую вам шутливую сейчас спеть или веселую Они все собственно Я вам хочу сказать Знаете как Раз меня не простит Толис Значит тут есть такая тема Написать какие-то песни от лица неодушевленных предметов Это собственно говоря все авторы Многие авторы это делали И в том числе и Гасовский Мне тоже стало это интересным Я это сделал У меня значит Пока в этой копилке две песни Я сейчас вам их спою Одну спою точно Вторую не знаю Он был простым Лежачим полицейским Он на дороге преданно лежал И взгляд имел умеренно житейский На тех Кто слишком быстро проезжал Его совсем недавно положили У перехода там где детский сад Но знак поставить как всегда забыли Чтоб детки изучали русский мат Лежащий 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 Откуда ж ты взялся старик Летел трехэтажный горячий Отборный Народный Язык И он Как-то раз полицейский У садика Тихо Лежал Автожип Дорогой полицейский Гашетку До пола нажал Удар Получился Мгновенный И На перехода ковер Упал Заграничный Отменный Восьми Цилиндровый Мотор Лежащий 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 Откуда ж ты взялся Урод Внимал Трехэтажный Горячий Отсобравшийся рядом Народ Изжил Как зверь разъяренный Явился большой Генерал Поливался С слюной Раскаленной Руками махал И орал Но тот Что лежал По призванью Был твердо Намерен Лежать И он Перед старшим По званию Лежал И не думал Вставай Лежащий 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 Летела слюна На асфальт Но тот Кто был предан Задачи Лежал И не думал Вставать Пусть был Всего лишь Лежащий И пусть он Всего лишь Лежал Лежащий Но подвиг Его Настоящий Ведь он Оборону Держал И не было Крепче Преграды И не было Тверже Идеи Чем Хомик У детского Сада В защиту Российских Детей Лежащий Сидячий Стоячий Будь верен Задачи Своей Ведь верность И стойкость Придачу Твою Настоящим Людей Слушайте Я наверное Вас уже утомил Я Вам сейчас Пою просто одну песню Наверное И на этом закончу Просто песню Про любовь Две А Ничего Какие Ну да я же Сил не Подошел Прямо Две 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 Мартиновна Ну давай Раз уж мы эту тему взяли Значит Песенка От имени Гитара Мартинус У меня был Друг Он есть Замечательный Юрочек Орлов С которым мы В 2006 2007 Году сделали Ольбом Серега Вот этот Желтый Он потом уехал В Америку Он Живет В Чикаго И в общем У него Все в порядке Он занимается музыкой Он Рейгентом Работает Местных Адвентистов Просвещает Ну песни С музыкальной Точкой Но он Замечательный Совершенно И когда-то Был такой момент Я у него взял Гитару У него была Гитара Мартинус Это в общем Такая недорогая Китайская Гитара Но очень Качественная И она И она мне ставила Долгое время Особенно Или в рассрочку теперь не разобрать В коттедже на природе, где именно, не знаю Меня распаковали и начали пытать Я пул, вечерел, шашлык шипел в мангале Потрескивали угли и выследил дымок Хозяева поддали и дружно заорали Отчаянно, не стройно, короче, кто как мог Сначала был Митяев Струны, осколки, эхо Пронзило душу даме в глубоком декольте Потом пошел Антонов за ним, иди-то приехали И некто, Макаревич, с каким-то врит Ах, вритый-вритый Шум в голове Мы, кажется, встречались где-то Потом пошли романцы под салой под водку Их исполнял мужчина уже преклонных лет Старался так, что с дуру сломал пенег и глотку Неловко стушевался и не допил куплет Белые акации, гроздья душистые На окошке, на двое, шторочки зеленые Мы с тобой сидим вдвоем Пьяные, влюбленные За окном на старой свече горит Чай пустой, без сахара Пусть немного он горчит Но отчего-то сладко нам Никогда и никому Мы не сможем объяснить Как все это Да почему Видно так Тому и быть Ты молчишь И я молчу Не грустим, не маемся Просто смотрим на свечу Просто улыбаемся Не подслушать ни почем Разговора нашего Ведь не нужно ни о чем Нам друг друга спрашивать Никогда и никому Мы не сможем объяснить Как все это Да почему Видно так Тому и быть С окном темным темно Только месяц светится Нам с тобой давным давно Нужно было встретиться На окошке, на двое Два цветочка в баночке Где это мы С тобой вдвоем Вот такая парочка Никогда и никому Мы не сможем объяснить Как Да почему Видно так Там Ум И АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ